привет друзья сейчас у нас будет прямой эфир совместный сейчас пока подключится наш гость так вижу нашего гостя сейчас я его подключу так шаю привет привет у меня получилось сделать это быстро меня нормально слушай ну слышно хорошо попробуй а меня слышно вообще как просто монсеррат кабелье хорошо хорошо привет друзья давайте я представлю гостя потом может быть ты меня тоже представишь если кто меня не знает да конечно да там чай мой большой друг и не просто друг и вообще как бы почему вот захотелось именно с тобой сделать потому что ты такой для меня большой человек в плане искусства вообще лидерских качеств потому что рам чай музыкант и исполнитель мантры и для меня именно в твоем исполнении музыка знаешь не просто это эстетика не просто это что-то красивое что вызывается такие знаешь приятные чувства эстетические а для меня это еще то что ты передаешь настолько концепт и настолько передаешь мысли вот те те послания которые ты хочешь показать вот то пространство и вообще тот путь который ты людям показываешь дать тем людям которых ты за собой ведешь это очень мощно передается а в твоем исполнении вот твоих этих композициях прекрасных просто вот поэтому очень хотела тебе выразить так очень хотел бы чтобы ты спел можете что-то спите такой и все так друзья спасибо сбрасывайте там ссылка в описании на самом деле это еще не все потому что не просто вот они не 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 только это вообще меня восхищает а то как ты твои проекты твои проекты когда ты и ведешь людей к самопознанию к саморазвитию и даешь это настолько знаешь четко красиво метко настолько все это делаешь я бы с удовольствием если бы я тебя встретила и вот как бы ты для меня был каким-то ведомым таким человеком я бы прям большим удовольствием участвовал во всем этом вообще жалко конечно что мы живем в разных странах да у нас международный эфир сейчас для тех кто только присоединился и в москва и я хочу тоже передать тебе как бы также дифирамбы значит для тех кто не знает то есть вторая часть этого эфира она будет выложена в начистом в нашем проекте вот я даже футболочки сейчас начисто в нашем худике чудесно который как раз образовательно-развлекательный проект то есть мы поняли что молодежи сейчас нужно отдыхать ну как-то на чистом да без каких-либо расширителей сознания всяких там а просто попытаться найти тот ракурс взаимодействия когда мы друг друга любим ценим и и выстраиваем такое тонкое общение и при этом этого общения и эмоций достаточно для того чтобы наполниться вообще вот наполниться жизненной радостью жизненной силой вот и вот этот на чистом это вот как раз проект психологический в рамках которого я вот с этого аккаунта сейчас с тобой общаюсь теперь пару слов про катерину катерина помимо того что это победительница конкурса красоты мисс вселенная 21 века она является уникальным вообще человеком психологическим таким психологическим видением она очень глубокий инструктор различных практик и она еще способна разбираться с глубокими вообще трансформационными процессами и вообще гениально совершенно выстраивает образовательные курсы разбирается в таких болях современного общества современного социума и помогает очень деликатно и мягко для девичьей души можно сказать препарируя вот эти вот внутренние значит грозовые облака перевращая их такой вот пушистые перистые розовые облачка на закате поэтому катерина конечно в этом ты блистательно и наш вот этот эфир который мы с тобой сейчас проведем он очень очень интересной темы будет он подобран не случайно расскажи пожалуйста о чем мы будем с тобой говорить да мы сегодня будем говорить о скрытом подавлении но я хотела бы с другой стороны зайти потому что когда я говорю подавление и вообще когда эта тема поднимается в основном отклик идет от тех людей которые испытывают конкретно подавление в жизни уже привыкли к нему вот эта вся объюзерская тема и так далее но зайти я хотел как раз с другой стороны с другой стороны потому что есть большое количество людей на самом деле половина 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 человечество страдает от перепадов настроения от кризисный таких вот такой кризис кризисный стиль в жизни и в бизнесе и в эмоциях спады подъема и стало практически нормой и в классической психологии предлагают адаптироваться к этому и может быть вот бизнес модели вы знаете да вот это вот кризисное управление то есть это книга и признание того что кризис это нормально нужно адаптироваться к этому да и как раз те люди которые вот испытывают вот эти вот перепады и как-то к ним адаптируются они это очень активные люди очень причинные в жизни и они никогда не рассматривают вот эти все ситуации что на них кто-то влияет потому что для них это не свойственно перекладывать ответственность то есть это конкретно такие вот ответственные люди которые если что-то случилось я с этим справлюсь и вот идея какая сегодняшнего эфира немножко подсветить вот тот момент как все таки скрытое подавление я сейчас не хочу перекладывать ответственность просить вас говорить что да мы сейчас переложим ответственность на какого-то другого человека нет мы просто посмотрим на вот эти вот моменты как вот эти перепады и как нестабильное вот это состояние когда ты не можешь двигаться к цели ровно и самому решать когда ты напор делаешь а когда ты делаешь остановку то есть там управляешь вот этими вот можно сказать этапами быстроты и снижение скорости да посмотрим на это почему почему потому что вот можно сказать но мы с тобой тоже да вот давно уже справились такими вот перепадами и вообще мы с тобой люди творческие да помимо того что мы занимаемся психологическими духовными какими-то вещами мы все-таки мы люди творческие очень такие ранимые вообще-то да в глубине своей и нам особенно важно удерживать этот настрой особенно когда мы ведем какой-то проект то есть если мы готовим проект нам нужно все это продвигать да есть какие-то дедлайны и вот сохранить вот этот вот хороший настрой и выдать в конце результат на самом высоком уровне для нас очень важно вот поэтому но вот можно вот эти вот нюансы упускать и не понимать а что же что же такое происходит вот поэтому сегодня мы не будем касаться темы а как уладить подавление это мы потом поговорим сейчас главное нам высветить эти моменты просто чтобы их видеть не пропускать потому что когда вы их будете видеть то вам потом будет легче понять а как с этим справиться не перекладывая ответственности конечно вот в общем вот такое у меня предложение у меня есть опрос уже который я сделал за последние дня вот и было всенародное всенародное голосование то есть и буквально в режиме вот опроса выборка 110 миллионов человек и какое-то количество миллионов людей проголосовала по предметуков которые мы будем рассматривать я хочу сказать я хочу теперь сказать что это очень очень хорошая тема потому что подавление мало вообще кто понимает что за подавление некоторые думают что подавление это когда ты утром едешь в метро и вагон уже не помещаешься и тебя кто-то затолкнул и ты такой подавленный стоишь как бы едешь утро вот так вот подавлено ничего подобного я например тоже если я тебе честно гатюш признаюсь если бы я не знал технически вот слово подавление что означает и если бы не разбирался во всей этой блин архитектуре ментальных конструкций и что это одна из вообще базовых причин того что в принципе в жизни что-то не так и не нужно искать вообще себя в астральных областях и прочищать себе чакры и массировать области как бы космических каналов то я бы вообще не поверил бы никогда в жизни что что вот это одномасенькая такая вот штучка как как подавление оказывается имеет такое тотальное влияние в жизни людей и поэтому я очень сильно поддерживаю эту тему и само слово подавление мне кажется просто звучит слишком слишком мягко это назвать какой-то такой тотальный конфуз личности да 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 это такое да это такая вещь которая сносит она она сносит тебя как личность на самом деле там идет вообще да потому что когда происходит вот эта вот скрытая штучка такая вот незаметная потому что подавление это никогда тебе молотком по голове бьют и обесценивают в лицо и говорят там ты должен там или ты там такая-сякая да это 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 как бы видно да неприятно все но это видно а есть такие вот словечки так вот скажут милый милый человечек такой прям весь из себя прекрасный пушистый вообще даже не подкопаешься и но он сам с тобой разговаривает что ты рядом с ним и даже не понимаешь что это рядом с ним происходит но рядом с ним ты чувствуешь что ты чего-то ну что вот то что ты хотел вчера сегодня ты этого не достигаешь так так продолжаем продолжаем у нас тут зрители зрители приходят ребята рассаживаемся вот там вот у вас зип-ложа пожалуйста сейчас рассаживать о спасибо спасибо хорошо потом выступление группы редко чили по просто по плану хорошо все хорошо у нас например мне кажется и у вас у нас в украине есть такая история что такой термин который очень сильно подходит под эту тему которую мы с тобой обсуждаем в депутатских кругах верховной ради самом центральном законодательном органе присутствует у нас такой термин кнопкодавы это касается депутатов которые значит нажимают кнопки своих соседей которые не присутствуют сейчас в избирательном зале и происходит фальсификация когда ну как бы присутствует там 100 депутатов а по ходу проголосовало 400 вот кнопкодавы на самом деле человек и тот феномен который мы с тобой наблюдаем в подавлении его как раз можно назвать как способность человека находить внутренние триггеры в других людях и нажимать на них да и мы знаем что тех языком этот триггер называется кнопка то что дает реакцию соответственно кнопкодав это человек который разбирается в том как нажимать на внутренние разрушительные области и в отличие от депутата он ну как бы не находится в верховной но он делает это незаметно понимаешь он делает это незаметно это искусство нажимать на кнопки друзья только сегодня подписываемся на курс как правильно нажимать на кнопки если бы мы были там продающий курс по элегантному подавлению это было бы хит продаж но ты знаешь кстати что обычно 97 с половиной процентов людей даже если пройдут такой курс они не смогут сделать это искусно они не смогут это делать потому что у них есть внутренний посыл вообще внутреннее такое знаешь внутренний вектор к тому чтобы не разрушать людей понимаешь то есть в основном люди в основе свои очень хорошие они не могут разрушать людей даже если ты их обучишь нажимать на кнопки и там какие-то такие вот каверзные штуки делать они не смогут это делать а вот люди которые застряли где-то там у себя в страшных каких-то штуках которые они не осознают да у них это почему искусно получается потому что они думают что люди вокруг опасны и что эти люди могут им навредить они постоянно находятся в борьбе но это не открытая борьба даже если они открыто будут воевать они знают что их посадят или в тюрьму или в психушку отправят да она скрытая то есть они как бы все время с какими-то скрытыми врагами и у них вот этот понимаешь у них весь интеллект вся их все их способности направлены на то чтобы сделать других людей менее способными и поэтому это вот эта искусность она вырабатывается годами естественно она очень такая очень очень вот такая но обучиться этому невозможно в каком смысле у человека будет внутренний протест он просто не сможет это делать обычный человек нормально он не сможет это делать потому что это разрушит его полностью всю вот внутреннюю его суть он просто немедленно да он немедленно себя остановит и заболеет и вообще будет страдать смотри правильно ли я тебя понял очень интересно на самом деле кусок поднялся вообще я ведь видел таких людей по-настоящему и я хорошо очень понимаю о чем-то речь идет мы если будем входить в плоскость метафоры то можно это назвать как внутреннее черное зеркало да то есть это человек у которого очень холодное эмоциональное ядро то есть он не способен сопереживать он не способен чувствовать у него присутствует очень холодное внутреннее такое восприятие мира у него может быть очень острый интеллект и он и зачастую этот интеллект он может быть даже превосходить средний уровень интеллекта недавно у меня было общение с одним военным человеком который поделился реальной историей если тебе будет тоже любопытно значит из военной бригады в 256 человек которые участвуют в очагах военных конфликтов как правило порядка 95 процентов этой бригады статичные то есть люди которые не принимают активное участие в военных операциях то есть они находятся в каких-то своих процессах и только может быть человек десять которые реально создают движение в направлении уничтожения противника это статистика живая ей буквально несколько недель но идея в том что оказывается что именно вот эта группа людей о которой мы говорим с тобой которые реально способны разрушать она очень маленькая и это единицы вообще тем более ну понятно что это острая область военная туда стягиваются по определению такие люди вообще в обычной жизни такого человека встретить большая редкость именно вот по-настоящему черную воронку такую когда он появляется в пространстве просто все начинает почему-то разрушаться что-то не получается люди начинают тупить у них начинаются обвалы какие-то они не могут понять как будто бы его поле оно формирует вот такую вот черную дыру затягивающую себя и такой человек конечно он у меня сейчас телемост очень важный телемост вам привет от президента Зеленского друзья кстати знаешь я хотела бы тут добавить что вот думаешь да раз этих людей так мало почему тогда вот мы оказываемся под подавлением на самом деле там происходит цепная реакция где-то этот человек там существует ну где-то те люди которые пропускают это подавление то есть не понимают не замечают они как бы перех то есть когда они подавляются то есть что такое подавление это когда ты испытываешь что-то какое-то давление на себя и вот именно знаешь отрицание того что ты можешь достигать отрицание твоей мощи твои вообще твоих способностей то есть каким-то таким компляционным таким вот способом тебе скрыто так вот показывают доказывают что ты не так хорош как ты есть и что не получится у тебя достигать то что ты хочешь и можешь да и вот происходит вот эта вещь человек подпадает под это и затем он ведет себя так же то есть он зеркалит вот эту штуку и у него это проскальзывает в речи в действиях то есть он попал под подавление у него пошел этот спад эмоциональный спад он приходит куда-то там на ребенка пшик такой знаешь какой-то а что ты там это сам да и хрен у тебя получится это что-то понимаешь оно такое раз и проникает проникает и вот это вот оно я говорю как знаешь такая цепная реакция где-то пошло где-то повалилось человек не справился и он начинает передавать это вот туда 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 вот поэтому это то есть мы подавлены часто можем быть от подавленного человека то есть не от не от какого-то а я понял вот интересно интересно да 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 и вот кстати вот тут вот еще возникает путаница я сейчас не буду пока так глубоко этого касаться мы потом об этом поговорим я сейчас предлагаю перейти к нашему опросу и взять те самые болевые темы которые дали самый большой отклик и разберем я как бы девочковую сторону да рассмотрю а ты вот такую вот мужскую по-разному немножко все это проявляется в жизни итак да итак смотри что у нас в топе было вообще какое большее количество ответов было да на такой вопрос ваше эмоциональное состояние нестабильно то воодушевлены то упадок сил и нежелание что-либо делать вот это дало так как у меня больше женской аудитории 80 процентов женской аудитории так но мужчины все равно вот отмечали тоже на эту тему то есть вот что я хочу сказать от себя нам вот женщинам периодами такое вот говорят что у вас гормональный фон нестабилен и нестабильность в вашей природе находится то есть вот особенно когда на женские тренинги ходишь тебе говорят что это в вашей природе поэтому вам нужно адаптироваться в принципе ну как бы знаешь неплохой ход учитывая если у тебя нет инструмента если конкретного эффективного инструмента нет то это хотя бы что-то то есть ты перестаешь париться из-за этого и ты как бы ну подстраиваешься вот но потом вот когда знаешь один раз ты говоришь ну хорошо это гормональный фон там это цикл вот эти вот женские гормональные это ПМС это потом это уже идет это ретроградка да вот этот лунный цикл и вот потом это начинает затягивать и потом ты уже думаешь что бы еще найти что это у меня так колбасит да 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 потому что ретроградный закончился уже все вроде нормально ПМС прошел да 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 почему то это потому что смотри потому что истинная причина на самом деле вот когда убираешь истинную причину когда я убрала в своей жизни эту истинную причину которая так вот колбасила то все эти ПМС все эти ретроградки они переносятся совершенно легко то есть это знаешь это например как бы ты едешь по кочкам но у тебя такая машина что ты чувствуешь кочки да да но это не сокращает твою скорость то есть ты все равно добиваешься и если ты хочешь быть сегодня в ресурсе тебе нужно это ты будешь в ресурсе независимо ни от каких ретроградок вот а если не убрать вот эту причину вот эту вот скользкую вещь то ты на каждой кочке неизвестно причем на какой ты можешь буквально вылететь с дороги тебя может перевернуть ты можешь потерять там клиента можешь потерять ты можешь потерять проект то есть получается что ты становишься настолько уязвимым что я несмотря на свою вот эту вот девочку знаешь такую вот суть да я все-таки поняла что мне это не устраивает то есть мне не устраивает вот это вот перекладывать хорошо да эти горки да вот эти черные белые волосы вот потому что когда я увидела почувствовал этот вкус как можно спеть когда ты убираешь вот эту вот вещь вот поэтому 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 я все-таки склоняюсь потому что я понял скажи пожалуйста а как у мужчин проявляется вот это вот перепады эмоциональные все-таки мужчины у них нет гормональных вроде бы да да у нас да у нас есть у нас есть определенное тоже такое вот что-то похожее называется ретроградный помаяться в затмении это один такой многоступенчатый вот ну вообще как бы сказать ну что в мужских телах такое проявляется какие на нас воздействия идут понимаешь у нас у нас скорее ну я думаю что таких гормональных каких-то движений нет есть конечно свои приколы но вот так чтобы сильно они как-то влияли я бы не сказал а вот а вот раньше вот если например когда ты еще ну как бы испытывал все-таки вот это вот подавляющие какие-то штуки на себе да скрытые вот как у тебя у тебя проявлялось вообще такое или может у тебя вообще такого не было значит я я понял твой вопрос смотри какая история получается а вот то о чем мы с тобой говорили когда вот это вот человек обладающий талантом талантом а обнаруживать зоны разрушения других людей деструктивный человек все мы прекрасно понимаем кто это такой у нас бывали такие в жизни встречи и вот эта подавленность которая возникает вследствие и потом которую другие люди начинают нести на себе как роль неосознанно такую роль условно говоря победителя да потому что считается в обществе ну или по крайней мере считалось что вот такая вот подавляющая позиция нагибающая кого-то это как бы позиция победителя да отчасти того кто достигает поэтому рефлексия рефлексия неосознанный образец поведения это осуществить такое же давление внутреннее вот и такой образец он мне встречался и в моей жизни тоже местами присутствовал и я очень хорошо понимаю особенно тяжело конечно же это проходит пубертатный период юности когда ты еще совсем не понимаешь себя не знаешь себя вот я бы провел такую связку что наибольшее воздействие такой человек может оказать на другой человека который плохо разбирается в себе плохо понимает себя то есть и вот это омрачение да то есть ума вот это падение состояния депрессивной после вот ты как бы вроде ты пришел в хорошем настроении а потом с кем-то потом с кем-то пообщался и значит настроение испортилось а что ты молчишь что у меня звук такой плохой давай я поменяю уши у меня все хорошо у меня все хорошо у меня все хорошо прям слышно было прекрасно все да сейчас а я поменяю уши потому что мне требуют пишут а у меня прям хорошо все слышно подожди давай затестим второй уши сейчас сейчас а ну-ка посмотрим ну вот я поменял уши дорогие подписчики пишите у вас же целая армия у вас целый стадион ну что так лучше меня слышно ну мне и так и так было хорошо ну давай посмотрим да что скажет нам хорошо напишите как вам звук встать вот и ты знаешь Катюшка я что заметил то это толкает к процессам ну подавление создает состояние невыносимости жизни ощущение глубокой душевной задавленности в чем хороший момент такой ситуации потому что человек в подавленном состоянии начинает двигаться в желании изменений он начинает стремиться измениться у него появляется желание куда-то как-то поменять свою жизнь и конечно же он начинает искать ответы и первым ответом который важно понять в поиске что в его пространстве есть такой человек который входя в него в его поле эмоционально и ментально способен его вот так вот как-то насквозь пронизывая просто сносить да устраивать ему коллапс личности вот и и ты права что это может проявляться в мелких вещах это может проявляться не обязательно в крике и лукоприкласты это может проявляться в эмоции холодного такого острого даже и не громкого высказывания это может быть просто срезающе знаешь когда ты пообщался и у тебя как оборвалось что-то в душе да 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 и ты чувствуешь пустоту и как бы твоя жизненная сила она как куда-то испарилась и ты в этот момент перестаешь себя верить тебе кажется что весь мир против тебя ты чувствуешь как будто бы все не имеет смысла и вот это вот это вот состояние если у вас произошло или то это вам четко надо понять что это происходит после общения с кем-то и определить этого человека и скорее всего он является как раз вашим вот таким вот агрессором ну да да то есть тот человек которого ты не замечаешь что что подавление произошло ты не понимаешь почему оно произошло потому что знаешь я сейчас что еще отловила вот когда ты описывал вот это все что почему нету вот как сказать не бывает открыто может быть что вот там ты там у тебя не получится это все явно видно как бы иногда мы даже привыкаем к этому и вот чем более видно это тем может быть даже легче это пережить но бывает такое что у вот этого собеседника у него есть прямо внутри вот прямо внутри есть желание чтобы у тебя не получилось потому что это смысл его существования то есть как бы он чувствует подсознательно неосознанно чувствует что если другие люди будут совершенствоваться вот кстати обрати внимание эмоциональное состояние нестабильно то есть сначала дальше будет пункт следующий который тоже у нас в топе после эмоционального подъема идет спад вот смотри как это происходит да вот ты допустим такой довольный куда-то пришел может быть там человек не близкий может это какой-то коллега и ты говоришь искренне делишься чем-то что у тебя получилось или ты или просто люди видят что ты такой утречком такой знаешь такой довольный жизнью может быть что там такое придумал хорошо будет да и вот у тебя такое хорошее настроение и вот ты это настроение прямо вот оно вот так вот да идет впереди тебя и вот этот человек для него то есть для него это что подсознательно для него это опасность то есть то что ты процветаешь или то что у тебя есть какой-то вот прям задор такой жизненный для него это сигнал к тому что он может разрушиться потому что у него есть такие скрытые неосознаваемые им самим жизненные моменты он даже их может не помнить вообще даже не осознавать которые в которых была сильнейшая агрессия против него и вот он живет как бы через и смотрит через призму вот этих вот состояний и поэтому когда кто-то такой знаешь прямо вот на коне да у него все хорошо или что-то он понял что-то добился или может быть квартиру покупает вот прям вот такое знаете вот процветание вот это для него сигнал прямо опасный сигнал и он тут прямо активизируется и что-то такое вот говорит делает или фонит просто фонит думает черт ну даже он это не осознает это просто сон такой идет опасно и вот рядом с таким человеком у тебя чувство такое знаешь возникает как будто вот как будто то что ты достиг это нехорошо Что-то, знаешь, как будто ты можешь это потерять. Вот это вот ощущение такое. Поэтому это даже действительно может быть не через слова, а через взгляд, через какую-то интонацию. Такое, а, да, а ты знаешь, что там договора бывают подложные, а ты знаешь, что сейчас вышел закон, по которому ты можешь потерять всю свою недвижимость? Ты аккуратно, я вот о тебе беспокоюсь, ты аккуратно, пожалуйста. Понимаешь, то есть там это все может быть под видом помощи, под видом заботы, но после этого ты начинаешь чувствовать, что ты не достигаешь. Да, вот так вот ты это ощущал? Да, совершенно верно. Я тебе подтверждаю, что такой человек, мы его назовем токсичный человек, да, то есть и мне кажется, что мы с тобой, и публика, которая нас смотрит сейчас, это люди достаточно легкие, да, то есть достаточно подвижные, достаточно чувственные, прозрачные где-то в чем-то. И мы таких людей очень четко отстреливаем, как людей тяжелых, да, то есть они тяжелые сами по себе. Они как бы бухтят постоянно какой-то там своей историей. Ты ему что-то скажешь там, что вот, например, там есть какие-то конструктивные изменения, жизнь типа идет, такой человек, он не будет подтверждать хорошие вещи, он будет смотреть только в то, что плохо. Он будет обрезать вещи, и в его системе координат, в его вот диапазоне мыслительном присутствовать будут только исключительно деструктивные какие-то истории. Он будет рассказывать и передавать только какие-то, блин, ужасные, тяжелые новости, что в звезде, короче, капец по всем областям и так далее. Уже буквально через пять минут ты будешь чувствовать, что опустошение какое-то приходит такое. Вот жизненная сила, это же тонкий момент такой, да? Жизненная сила, это когда тебе хочется жить. У тебя есть как бы... Уверенность, да, уверенность. Ты знаешь, что будет хорошо, будет, то есть ты вот как бы прямо вот проецируешь вот это хорошее, ты проецируешь. Тебе хочется как бы куда-то идти, тебе хочется чего-то достигать. У тебя есть о духотворении. Ну, такие... Ну, после встречи с таким человеком, вообще с ним вообще лучше не делиться такими вот своими духовными воззрениями. Да, но если ты его можешь быстро определить, это мы потом уже будем говорить, сейчас мы эту тему не будем касаться, да? Как этих людей определять? Потому что это отдельная тема. Да, да, да. Я согласен с тобой, что бывают люди на самом деле конструктивные в своей основе, которые просто отделили на себя вот эту роль неосознанно деструктивную, потому что они считают, что вот такая стратегия дает больше выживания. У них есть какая-то боль зарытая в этом всем, понимаешь? Они увидели, что, ну, условно говоря, да, то есть на войне особо тепла не почувствуешь. Тут нужны только, значит, какие-то вот такие вот методы жесткие, но конструктивные. Но опять-таки иногда эти образцы закопаны очень глубоко, думаю, и они передаются с воспитанием, еще что-то такое. И оказывается, что жизнь для таких людей очень суровая, она для них очень холодная. Везде предатели, везде травмы, везде могут обмануть. То есть это состояние такого пребывания в глубоком страхе. Его реальность, этого человека, исполнена постоянным страхом, что его сейчас придут и разоблачат в чем-то. А разоблачать его есть в чем? Вот еще один момент. Потому что он постоянно продуцирует какие-то разрушения, которые он скрывает, прячет и так далее. Именно отчасти и причина его агрессивного поведения, потому что он заводится очень легко, он легко включается, он начинает буквально с полоборота. Такое ощущение иногда, что он прямо ищет зацепку, априори, чтобы нанести удар. Жизнь такого человека, исполнена большими страхами. Кстати, знаешь, я сейчас тоже ты вот говорил, и я подумала, почему мы так ведемся, почему мы так ведемся, когда нам говорят негатив. Потому что, понимаешь, мы мыслим, ну, люди, у которых нет вот этого скрытого желания подавлять, мы мыслим очень, ну, логично. То есть если нам дают какую-то информацию, мы начинаем рассматривать ее в плане того, что если есть какая-то опасность, мне надо что-то делать. То есть мы всю информацию рассматриваем в плане того, а как, например, нейтрализовать плохое и улучшить хорошее. То есть наше аналитическое мышление и вообще наш интеллект направлен на это, на улучшение. И когда нам говорят, что смотри, вот такой закон приняли, т-т-т-т-т, мы начинаем это анализировать, начинаем с этим что-то делать. То есть мы как бы ввязываемся в какую-то базу непонятную. И это нас сливает, потому что это, ну, как сказать, это не факт, во-первых, что это правда, потому что если бы, например, мы были на стороне этого человека и обладали вот этой информацией, то мы бы подумали, так зачем вообще это говорить? У человека уже снижено, договор заключен. Ну, как бы, зачем вообще вот это вот, зачем ему сейчас это, да? То есть мы бы к другому поступили. Но мы воспринимаем вот это давление, вот это вот, знаешь, запугивание. Мы действительно воспринимаем как нечто хорошее. И начинаем в этом, понимаешь, завязать в этом. То есть мы не можем, до нас не доходит, что этот человек говорит это просто потому, что его неосознанно бесит твое хорошее состояние. Понимаешь? То есть он просто ищет любые способы, ну, продавить твое хорошее состояние. Да, да, да. Вот. И спустить тебя в состояние. Да, да, да. Причем заметь еще такой момент, что такой человек, когда он достигает задачи спускания тебя с эмоционального раскрытия в состояние подавленности, он успокаивается. Это тоже очень любопытно. Да, он такой становится милашка, вообще такой весь пушистенький. Ты такой думаешь, что такое, что это сейчас было вообще? Вот это вот сейчас, что было-то такое? Да, да, да. Да. И, кстати, слушай, знаешь, я хотела бы... Вот второй я уже сказала вот в рейтинге у нас то, что было после эмоционального подъема идет спад. Мы как-то с тобой коснулись этого, да? Почему именно после эмоционального подъема идет спад? Потому что этим людям не выгодно, чтобы ты был на высоте, да? А следующее у нас вот в рейтинге идет, что в вашем окружении присутствует подавление и обьюз, но я думаю, что этот вопрос так высоко в рейтинге, потому что сейчас люди немножко уже как-то, знаешь, обучены. Ну, то есть как-то они уже информацию получают, уже больше в этом варится. Вот. Единственное, там есть нюанс, что почему же у них остается это подавление, да? То есть мало его определить, нужно еще уладить. Но это мы уже потом с тобой как-нибудь встретимся, поговорим. А вот я бы хотела сейчас, знаешь, на что посмотреть? Вот дальше у нас идет «Не доводите дела до конца», но тут похоже, да? Почему «Не доводите дела до конца»? Да потому что слив идет. То есть ты такой весь это самое, а потом идет слив. Вот. Или, например, часто сомневаетесь в собственном выборе. Вот давай вот на это посмотрим. Смотри, вы часто сомневаетесь в собственном выборе или решении. Вот как тут может… То есть вроде бы, да, ты думаешь, откуда тут, при чем тут подавление? Вообще, как подавление может влиять на мое решение? Вот давай вот сюда немножко посмотрим, потому что в вопросе это где-то на серединке находится, но я так понимаю, что для людей не очевидно, что мои колебания, то так сделать или так сделать, такой бизнес-модель, да, применить там у тебя или такую, этого человека выбрать для отношений или этого? Вот откуда идут эти колебания? Как это могло быть связано с подавлением? Вот у тебя сейчас есть какой-нибудь пример на эту тему? Может быть, вот в твоей жизни или где-то… Да, есть примеры. Есть потрясающие совершенно вещи. Вот из там практики, которую мы прорабатывали в последнее время, а я, как и ты, тоже практикую постоянно как, назовем это, как коуч, сопровождающий разные процессы, в том числе и в диапазоне там бизнеса и так далее, то есть с управляющими больших компаний. Я отслеживаю, как такие люди появляются вообще в пространстве время от времени, на больших диапазонах, и я вижу разные вообще воздействия. Но я могу сказать совершенно четко, это может звучать, звучать немножечко преувеличенно, но по факту вообще появление в орбите просто такого персонажа в принципе ощутимо. То есть для людей достаточно, ну, скажем так, чувствительных, вот просто появление энергии даже, ну, вот там созвониться, пообщаться, это сразу ощущается как такой какой-то укол в сердце, такой, потому что он острый, он игольчатый, он неотступный, он упертый, он прямолинейно деструктивный такой. Но при этом у него может быть, ну, разные есть опять-таки типажи, могут быть тугие и бронелобые. Бывают иногда очень, очень интеллектуально развитые люди, которые способны просто пронизывать систему обороны и находить вообще, знаешь, как талант есть. Вот у таких людей талант в обнаружении страха в других людей. Они как бы сканируют и чувствуют. Страхи у нас простые, на самом деле большинство людей боятся. Потерять тело, там, еще какие-то вещи, знаешь, то есть... Ну да, потерять деньги, потерять отношения, да, там... Управление на основе страха, на основе вот такого психологического давления, вот где встречаются такие стратегии, где вы видите... Ну, мы так понимаем, что это, да, то есть и криминальные элементы и так далее. То есть это в основном люди, которые в ИСКОНы. Потом коллекторные службы, да, то есть они же должны как-то быть социально адаптивны. Еще какие-то истории. То есть такие люди социально, они тоже стараются... Ну, как это стараются выживать? Они где-то должны существовать в каких-то реальностях, в каких-то измерениях. Вот. Другое дело, что когда в тебе, в реальность твою попадает такой человек по какой-то причине, тебе нужно как-то его отработать, тебе нужно как-то его грамотно понять, что, почему эта ситуация притянулась в твою реальность, что тебе нужно в себе разобрать и как корректно разомкнуть вот эту связку, чтобы было все максимально мягко. Потому что этот давящий человек, он сам не отцепится, он будет таранить, как будто бы, знаешь, как поломанный паровоз, у которого педаль тормоза отвалилась, и он валит просто, вот валит вперед. И, конечно, для людей с тонкой душевной конституцией это полная катастрофа души может получиться, если с таким человеком долго быть вообще. Не дай бог. Девчоночки, если вы нас смотрите, дорогие, если у вас есть вот такие вот проявления, пожалуйста, будьте бережны к себе и, ну, как бы, это неправильное отношение, это неправильная линия, это деструкция. И таких людей в обществе есть, ну, сколько там, 5-7 процентов, да, то есть их немного. Ну, даже, да, даже 20,5 на самом деле, вот это вот уже, которые вот, ну, кто рядышком, это просто они попали под подавление, да, попали под подавление и просто они отзеркали их. То есть на самом деле они даже не монстры. Вот. И, кстати, знаешь, я сейчас тоже, пока ты говорил, поймала такую вещь, что почему ты, вот как бы ты ни старался, как бы ты ни старался идти вперед независимо вот от того, что тебя давит, чем больше ты стараешься, тем больше тебя давит. То есть вот пока, пока не будет отслежено вот это вот, что за причина и как с ней справиться, ты получается, что, ну, как бы, знаешь, как ты с стеной борешься. То есть чем больше ты, да, чем больше ты пытаешься справиться, тем больше ты пытаешься сделать вот все хорошо, тем больше тебя бьют. И вот в этом прямо, вот знаешь, вот чувство жуткой несправедливости жизни. Ты понимаешь, что ты прям, я прям такую чувствую, что какая-то несправедливость. Как это, как я столько стараюсь, столько делаю, а меня все давит и давит. И я вот, кстати, хотела сейчас привести свой пример по поводу, вы часто задеваетесь в собственном выборе или решении, да, как это может случиться. Вот, например, у меня вот такие вот девушки, да, говорят, что я хочу с этим мужчиной быть, там все, но периодически я думаю, а зачем, а вдруг наши отношения развалятся, а зачем все это нужно. И есть способы, как бы, чтобы выбрать, да, ну, то есть я даю определенные способы, как оценить ситуацию, выбрать. Они делают выбор, вот прямо все делают по правилам, все, все, все довольны очень. Да, я довольна, я выбрала, я знаю, что у нас все будет хорошо, все хорошо. На следующий день она от меня отходит, на следующий день она звонит и говорит, Катя, все напрасно, все напрасно, все, что мы с тобой вчера делали, можно в мусорку выкинуть. Абсолютно. Вот это как раз вот этот аспект. То есть ты даже не можешь применить к этому человеку, грамотную технологию, то есть оно как будто не работает, то есть оно сегодня сработало, а завтра у человека опять все, он опять сомневается, и ты понимаешь, да, мотает, да, да, и что там вот происходит, у меня просто девчонки, которые потом уже прорабатывают это все, программу проходят и все вот это вот убирают, находят это подавление, нейтрализуют его, там что происходит, есть какой-то человек в окружении или есть кто-то, кто напоминает того, кто был у тебя там когда-то в прошлом, да, то есть может быть даже рядом и нет подавляющего человека, он просто что-то напоминает, и что происходит, на самом деле сначала происходит подавленное состояние, ну то есть, например, ты была такая довольная, счастливая, все хорошо, все замечательно, я все поняла, у меня все хорошо, попадаешь в среду вот этого человека, и он сначала тебя так тик-тик-тик-тик-тик-тик, по какому-то поводу там, чуть-чуть тебе так крысы придавил, и ты такой, ну а не получится, все, а потом, потом, то есть это же вот это сомнение, оно же не сразу происходит, потом ты принимаешь на себя, зеркалишь этого человека, то есть почему вот это эффект смены личности происходит, потому что, когда нас подавляют, когда нас подавляют, мы неосознанно принимаем на себя намерение и как бы, знаешь, вот какие-то помыслы вот этого человека, нам начинает, как это проявляется, они не получатся, а люди не такие хорошие, как я думала, то есть смотри, она только что все выбрала, она поняла, что ей расходит этот человек, все замечательно, просыпается на следующий день, пошла на работу, там вот эта вот штука произошла, и на нее происходит такой вот, знаешь, такой вот эффект. падение. Да, падение, а люди-то на самом деле плохие, а люди-то на самом деле им нельзя доверять, и она переносит это на всю свою жизнь, понимаешь? И ей кажется, что ее выбор вчерашний неправильный. Понимаешь, тут это все настолько нелогично, тут сначала идет вот это падение, сначала идет вот эта смена личности, сначала идет вот это вот отзеркаливание вот этого человека, у которого все плохо и вообще ничего не получится, да? А потом все остальное начинает окрашиваться вот этим вот намерением, то есть оказывается, выбор ее был неправильный, или оказывается, например, человек выбрал какую-то стратегию в бизнесе, да, что я буду делать вот так, а на следующий день ему кажется, да какую-то херню я придумал. Понимаете? А тут еще, да, и как не кстати, эритроградный, по-моему, возотмение наступил. Так все понятно, посмотрите за окном, луна покрылась черными протуберанцами, все ясно, блин, когда же закончится этот ужасный период. Значит, я по поводу такого типа, значит, личности, ментала, да, скажу так, во-первых, это достаточно, ну, с каждым бывали, бывали этапы оголенности, да, когда ты присутствуешь в неком ментальном завершательстве, ты немного более хрупкий, чем если ты, например, в устойчивом состоянии, вот есть такой термин причинность, 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 то есть ты как бы создал какую-то историю, находишься в ней, и ты управляешь, да, ты там мелкий предприниматель, или ты там большой предприниматель, но ты, короче, как-то влияешь вообще на реальность, то такие люди, конечно, гораздо более устойчивые, гораздо более структурные, а не вообще, вообще тренировать себя вот к такому состоянию танкера, который прорывается, прорывается и идет, как бы вот, принимает эти удары штыков в свою сторону и все равно справляется, помогает причинность, да, то есть независимость, самостоятельность и вот эта обтекаемость, но когда ты завален, мы же забыли этот момент сказать, что подавляющая личность имеет доступ именно когда ты как-то зависишь от нее, ты как-то с ней связываешься. Ну, я, да, я сегодня думала пока не касаться этого, но чтобы, знаешь, да, мы сейчас с собой тему трогаем, там, это отдельная вещь вообще, как быть независимым, вот, я думаю, что мы об этом отдельно... я просто хотел, да, тизер забросить, как мостик, ну, да, еще момент, да, мы же обсуждаем, что вот-вот-вот, то есть ужас, а у нас уже 49 минут прошло, надо же чуть-чуть тоже света, развитие вот этого ядра, как бы, вот этой вот своей вулканной мощи, которая несет нас к жизненным победам, она создает определенную броню, потому что подавляющие вот эти ребята, на самом деле, при всей своей мощи, они беспомощны, если ты правильно умеешь вооружиться, и правильно их создать. они, да, они вообще тебя твоим же оружием-то убивают, на самом деле, то есть у них нет реальной силы, они убивают тебя, все хорошо? Да, да, тут спрашивают, Ирочка спрашивает, это прямой эфир? Да, это прямой эфир, прямой, все, это он. Да, я к тому, что, я к тому, что, как бы ни казалось, ситуация ужасная, это просто один, одна из секций жизни, один из балконов, да, но на самом деле, когда тебя, тебя эта личность, она подталкивает к тебе, к тому, чтобы ты эволюционировал, потому что ты по-другому не можешь, либо ты ломаешься и уходишь на самое дно, и, ну, либо ты все-таки выталкиваешься на новый уровень, потому что у тебя есть острая необходимость в изменениях, тебе нужно, блин, как-то с этим что-то делать, потому что невозможно. Вот, и я дам тебе самую горячую историю, самую последнюю, которая у меня случилась буквально на этой неделе. Там по вопросу буллинга я столкнулся с одной историей, ну, колоссальных масштабов, причем, ну, с такими достаточно обеспеченными людьми. И меня попросили просто защитить, ну, не защитить, помочь одной девушке справиться с давлением, которое зашло за все мысли мои границы. И она говорит, слушай, у тебя есть выходы вообще на силовиков, или, может быть, есть выходы на медиа. Я хочу либо разобраться через, ну, юридический ход, либо чтобы сделать из этого огласку, потому что очень сильное давление. В моем окружении оказалось такая, ну, такой выход оказался, присутствует. И я договорился с совершенно удивительной девушкой, которая, ну, вот она как бы, ее миссия, тоже у каждого есть свои миссии. У нее миссия, она как бы такой воин, который защищает этику и защищает женщин и детей от вот такого вот буллинга давления. И я изложил эту ситуацию, сбросил ей, значит, концепцию происходящего. Я сказал, хорошо, у меня будет там контакт с главой там по Украине вообще с этими вопросами, только я, говорит, должна точно знать, что твоя девушка не сольется. Потому что я буду вести поручительство и, ну, как бы я свое имя предлагаю, мы-то с тобой знакомы, это свои как бы, но если мы запускаем ход дела, это подразумевает целую вообще движуху. и если это сольется, то, ну, понятная, да, история. И она сказал вот этот момент, что 90% девушек дают заднюю, когда все запускается. Почему есть такая ситуация? да, потому что вот эта личность, они богаты бывают, эти личности, между прочим, и пойми, у них есть способности, они умеют вообще продавливать, да, вот достигать, хватать, удерживать. Так вот, эти личности, они очень сильно боятся, на самом деле, вот этой публичности и всей этой движухи. И вот был такой случай, рассказан, что как раз вот девушка вот одного такого обеспеченного мужчины, вот у нее было просто ужасно, на грани вот прям физической расправы. И когда дело двинулось юридически, он купил ей квартиру и новый Lexus. И она говорит, все, я прошу тебя, забери, пожалуйста, это заявление, не будем это толкать. 90% людей регулируют. Те, кто идут до конца, всего лишь 10%, те, кто доходят, еще меньше. То есть, надо понимать, что крепкость духа, который нам тренируется благодаря таким ситуациям, она отшлифовывает еще и намерение, и веру в себя, и так далее. Но опять-таки, в жизни же не случайно нам какие-то испытания приходят, они же на что-то должны нас натолкнуть внутри нас же самих, мы должны на что-то посмотреть, но всегда есть выход. Не существует ситуации, из которых нельзя делать. Если вам пришла такая ситуация, это значит, что у вас есть инструменты и силы с ней справиться. И просто не теряйте надежду, ищите инструменты, спросите у меня, спросите у Кати, пускай вам дадут как бы вооружение на этот момент тех именно ключевых как бы точек крепления, которые, разобрав которые, эта ситуация отваливаются. Так, у нас 6 минут. Да, у нас 6 минут, ну да, смотри, что мы сейчас с тобой сделали, да, мы осветили вот эти вот вещи, когда не очевидно, да, что может идти от подавления, на самом деле там оно есть, вот, следующее, что мы осветили, что есть причины, да, и эти причины можно убрать в себе, но это мы отдельно будем об этом говорить, потому что это прямо вот нужно, сейчас я хотела именно показать тогда, что есть некоторые состояния, которые не очевидны, да, но они на самом деле идут вот от этого подавления, вот, и смотрите, если у кого-то, ну, есть какое-то подозрение, вы можете пройти тест, у меня есть в шапке профиля там такой небольшой сайтик, и там можно пройти тест, и вот посмотреть, а вообще присутствует ли в вашей жизни такая ситуация, там просто очень посчитать, сколько раз вам вы ответите, да, и посмотреть результаты, вот, то есть на сегодня мы можем с тобой завершить вот на этом моменте, что, ребят, может быть подавление, ничего тут страшного нет, с ним можно справиться, и это не повод, чтобы перекладывать ответственность, то есть мы его, это подавление, как бы пытаемся найти не потому, что сказать, вот там, кто-то причина моей жизни, да, а для того, чтобы найти вот это вот слабое место, то есть куда нас бьют, то есть этот человек же бьет куда-то, да, и он для нас является неким индикатором, через который мы потом можем найти эту штуку в себе и уже окончательно все это уладить и стать причиной вот в этой области, где нас скашивало, так скажем. Я абсолютно поддерживаю такую точку зрения, любое противоядие против вот таких вот давлений жизни, это пробуждение источника своей жизненной силы, то есть, ну, как бы своего внутреннего яга, как бы это ни банально не звучало, но хорошее понимание своей социальной роли, нахождение своей ценности среди людского сообщества, выполнение своего предназначения, как говорят нам в восточной науке, Дхарма, есть слово, да, то есть предназначение, когда ты нахожешься на своем месте, твоя реальность складывается. И вот эти маркеры, которые нам приходят, так или иначе, да, в этой игре есть разные переменные, скрытые, в том числе вот такие вот бойцы, которых мы сегодня обсуждали, это всегда должно усиливать, да, то есть все, что нас не сломает, сделать на синий, да? Да. Поэтому вот это жернова души, сердца, которые позволят вам переработать вот этот материал и вас усилить, сделать вас крепче, сделать вас жизнерадостнее, сделать вас стрессоустойчивее. Вот это то, что я вам желаю, друзья, чтобы у вас вот такая была позиция в жизни. Ну, а мы поможем, поддерживаем, если что, то есть всегда. Да, мы рядом, мы рядом. Вот. Рада была тебя очень видеть, очень рада. Сейчас закончим, еще поболтаем. Всем большое спасибо, девчонки, мальчишки, кто были с нами в эфире. Спасибо вам огромное, да, обнимаем всех, всех, кого знакомых, незнакомых, но я практически всех узнаю, узнаю родных людей. Подписывайтесь на Ночистом, тоже, если кто-то нас смотрит с других аккаунтов, следите тоже за проектом, а кто смотрит с Ночистом, на Катюшу подписывайтесь, все, мы вас любим, всем высылаем позитивные вибрации. Давайте, все, совсем справимся. Да, пока-пока, пока, закрываю, чтобы сохранить, спешу, боюсь потерять, давайте, все, пока-пока, пока. Субтитры создавал DimaTorzok